Из жизни русской профессуры, из жизни докторов наук, истории Иван без цензуры, расскажет рокер Валащук. Уважаемые любители рок-музыки, продолжаем рассказ о создании нашей репетиционной базы. В прошлой серии мы рассказали только о самой задумке, и о том, что мы взяли в долгосрочную аренду подвальное помещение в этом здании в офисном в центре города Москвы. Затем мы уже приступили к строительным работам. Разделили помещение на непосредственно репетиционный зал, режиссерскую комнату и кладовое помещение для различного запасного оборудования, инструментов и запчастей. А также протянули вентиляционные короба и вырезали в стеновой перегородке окно для режиссерской комнаты. Но затем мы решили все-таки пригласить строительную компанию, специализирующуюся на устройстве звукоизоляции в помещениях, особенно в музыкальных. Так как наша предполагаемая репетиционная база находится в подвале этого здания, где кроме нас находятся еще и десятки арендаторов других. Поэтому мы должны обеспечить там такую звукоизоляцию помещения, чтобы своими звуками не мешать работе других арендаторов. Перебираю разные компании. Вот, видите, тут всякие есть. С демонстрацией различных помещений, как они это все отделывают. Поэтому сейчас попытаюсь дозвониться до кого-нибудь из них. Здравствуйте! Меня зовут Сергей Дмитриевич, фамилия Волощук. Мы вот пытаемся здесь создать студию и сделать хорошую там звукоизоляцию, потому что это находится в подвальном помещении офисного здания. Хотелось бы, чтобы мы не мешали другим компаниям, которые находятся в здании, заниматься своими делами, то есть плотно произолировать, так как музыка будет тяжелая, это рок-группа будет. Сможете каким-то образом нам помочь? Понял, что у вас богатый опыт. Ну что ж, тогда мы ждем вас. Давайте договоримся о встрече. Хорошо, завтра я вас буду ждать. Здесь у нас по адресу Тимура Фрунзе, дом 16. До свидания, до завтра. Такую компанию мы нашли, но не с первой попытки, так как пандемия и локдаун приостановили деятельность многих строительных компаний, а также приостановили поставки различных строительных материалов, в том числе и звукоизоляционных. Но мы все-таки нашли таких. И сейчас они к нам приедут на переговоры. Здравствуйте, уважаемые товарищи. Здравствуйте. Меня зовут Сергей Дмитриевич Волочев. Очень приятно. Меня зовут Сергей, компания Акустик Плюс, руководитель строительного отдела. Это мой коллега, который будет нам помогать в области акустики. Андрей Павлович Волочев. Очень приятно, Волочев. Взаимно. Еще раз, Василий Александрович. В ходе переговоров специалисты рассказали нам о том, какие требования предъявляются к помещениям репетиционных баз. Что есть строительные размеры, а есть размеры акустические. Что при строительстве базы репетиционной необходимо решать двуединую задачу. И обеспечить звукоизоляцию помещения, чтобы не мешать своими звуками другим арендаторам данного здания. И в то же время создать комфортные звуковые условия для музыкантов, которые будут там репетировать. На втором этапе нам потребуется понять, требует ли это помещение каких-либо натурных измерений. В тишиноизоляции надо знать, насколько она способна обеспечить вообще дворя тишину для окружающих помещений. Далее мы пошли вместе с представителями компании осматривать помещение. Осмотрев помещение, специалисты рассказали нам, что полностью звукоизолировать помещение не удастся. Из-за его конструктивных особенностей. В частности из-за металлических поперечных балок, которые жестко вмонтированы в стены. И что они в любом случае будут передавать ударный звук. Что это конечно возможно сделать, но это может вылиться в неразумную цену работ. В экономически бессмысленное мероприятие. Уж если техническая возможность есть, она в рамках разумного бюджета, что подчеркнет глазу техника, экономическое обоснование. Можно любой диагноз или огромный делик сделать. Поэтому мы остановились с ними на том, что они предварительно продумают и просчитают возможность устройства надежной звукоизоляции. То есть, они должны сами для себя понять, обеспечат ли они то, что нам нужно или нет. И если это возможно, то тогда уже мы с ними будем оговаривать сроки и стоимость работ. На том и расстались. Спасибо, что приеду. Рад вам познакомиться. Ну что ж, надеюсь, что все у вас получится. Но, если не будет получаться, то лучше мы начнем в этапе предупредить. Тогда будем искать новое помещение. Расскажет рокер Валащу.